Добрый день, уважаемые садоводы! Приветствую вас на канале Само Растет. И сегодня мы с вами будем сажать жимолость плодовую. Что нам нужно знать, прежде чем ее посадить? Первое, это то, что жимолость это очень строгий перекрестник. Поэтому одновременно высаживают рядышком не менее 5 разных сортов. Можете сажать хоть один, если у вас сетчатый забор, и за этим забором у соседа тоже растет жимолость. Вот тогда опыление будет нормальным, будет кусты давать хороший урожай и хорошую ягоду. Ходят легенды о том, что можно сажать 3. Но это в основном только легенды. Так, значит, что она любит? Она любит солнышко, но не любит ветра. Сажать лучше на хорошо освещенном месте, но очень желательно, чтобы в часы самого активного солнца, это примерно с 11.30 до 15.30, все-таки она находилась в притенении. Такую посадку очень легко организовать около южного забора. Я буду сажать у восточного забора, то есть она не будет находиться весь день на солнце. С утра она будет все-таки находиться в притенении, ну а после обеда солнце уже не такое активное. Если вы сажаете много растений в жимолости, лучше сажать в шахматном порядке в два ряда. Расстояние между кустами от 1.20 до 1.50, это минимум, можно и два. Между рядами до 2 метров. Вот если сажать, то вот на расстоянии 2 метров. Вот. Что я приготовила для посадки? Ну, вот купила саженец жимолости нового, да, новиночка у меня. Выкопала ямки. Значит, глубина где-то 40-50 сантиметров, диаметр тоже 50 сантиметров. Приготовила обычный нейтральный торф. Не кислый, не вот без всяких заморочек, просто нейтральный торф. Мы будем его смешивать с своей родной землей. И нужно сделать хорошую заправку органикой. Вот. Это у меня хорошо перепревший навоз из-под знакомой коровы. Ему 6 лет. Он не нанесет вреда растению, но это будет очень хороший, как говорится, старт по жизни ей. Можно использовать и лучше использовать биогумус. Это продукт переработки навоза калифорнийским червем. Значит, на одну лунку 5 литров. Не 5 килограмм, 5 литров. В литрах будем мерить. И вот я выкопала ямку. И уже туда примерно 20 литров насыпала своей родной земли. Она же будет потом, корнями-то пойдет вот в свою родную землю. Поэтому поменять структуру почвы в лунке можно, но не надо сильно. Значит, сколько торфа? Ну, примерно 15-20 литров на одну лунку у нас уйдет. И примерно 10-15 литров в данном случае у меня уйдет компоста. Итак, приступим непосредственно к посадке. Видите, какая у меня ямка? Сейчас мы будем подмешивать туда вот те компоненты, которые приготовили. Сразу их не добавляем, а, скажем так, в два этапа. Почему? Потому что нам их нужно очень хорошо перемешать. Как я уже сказала, родная земля там насыпана. Она просто необходима. Вот, добавили торф и мой вот этот вот перепревший навоз. Так вот перемешиваем. Можно это сделать лопатой. Я люблю все делать руками. Потому что, ну, земля, она тоже же как бы живая. Кому хочется, чтобы его лопатой трогали. Вот мы так вот перемешиваем. Ямочка у меня хорошая, такая глубокенькая. Ну, как глубокая. 40-50 сантиметров. Больше не надо. Я чувствую, что-то все уйдет. Весь торф, все 20 литров. И вот так вот. И постепенно начинаем подмешивать. То, что мы приготовили. Параллельно с бочков мы добавляем свою земельку, которую выкопали. Это будет очень-очень хорошо. Грунт у нас должен получиться очень равномерный. Это быстро. Это совершенно не сложно. Вообще посадить сжимолость. Занятие очень простое. Не надо вот что-то придумывать и искать какие-то изобретать сложности. Все очень-очень просто. Вот так сейчас перемешаем и приступим к посадке. Земельку я подготовила. Видите, вровень. Вот пока у нас нету лунки. А ямку вот запомнила, подготовила. Немножко утрамбовала. И приступаем непосредственно к посадке. Вот смотрите. Саженец, да? Это я его купила. Я даже не знаю, что там внутри. Прежде чем копать лунку, надо посмотреть. А что же там у нас внутри? О сроках посадки я сейчас расскажу. Сейчас посадим, расскажу. Так, ничего, нормальный саженец. Вот разминать в закрытом корне эти корешки, если саженец или нет, это, знаете, на ваше усмотрение. Но немножко, если вот закрутились, можно вот так расправить. Глубина посадки у нас будет. Ну, в данном случае она будет вот так вот, два с половиной сантиметра где-то. Итак, у нас уже здесь все подготовлено. Выкапываем ямочку. Вот так вот. Выкапываем. По поводу удобрений. Вот я уже слышу с той стороны экрана вопрос. Я не добавляю. Нету в этом смысла никакого. Но бывает физиологическая какая-то или моральная потребность садовода что-то добавить. При осенней посадке можете добавить 50 грамм калий-сернокислого и 50 грамм суперфосфата. Ну, хотите добавлять, но ничего вам это не даст. Если при весенней посадке, так как жимолость медленно растет, и вы хотите увидеть результат побыстрее, и все вы сейчас очень любите осмокот и пользоваться, добавьте осмокот 2-3 месяца. Но не 5-6, ни в коем случае. Она хорошо пойдет в этом случае в рост, но и без этого можно будет парить просто водорастворимым удобрением. Вот, значит, здесь делаем такой маленький, ну, типа треугольничка, на который мы посадим. Значит, копая лунку, мы все время примеряемся, да, чтобы было небольшое заглубление. Вот, все. Ну, вот, разодрать корень. А не надо, а он и так хорошо пойдет. Вот я их вот расправила, да, закрутившиеся. И вот мы сейчас вот на этот треугольничек посадим, эти корешочки опустятся вниз, и ей будет очень хорошо. Вот, как бы разрывать вот эту кольцеватость я не буду. Они найдут себе дорогу к жизни. Вот. И без этого будет нормально. Вот засыпаем, вот так вот утрамбовываем. Вот так вот. Так. Чтобы не было воздушных стаканов. Ногами топтать я бы не стала. Мне кажется, им это не понравится. Вообще, кому понравится, если около него топчет ногами. Он же тоже боится. Как у него тут? Он будет расти на этом месте от 50 до 70 лет. Поэтому место для посадки жимолости лучше выбрать тщательно, чтобы не было потом пересадок. Это не голубика, которая, да, ее и пересаживать можно, и взрослую, и как угодно. Это будет все-таки растение страдать. Вот. Значит, теперь нужно будет очень хорошо пролить. И вообще про поливы не забываем. Очень важный момент. Вот про удобрение я сказала. Все заморачиваются с удобрением, но не делают самого главного. Как бы вы ни посадили. Все-таки самое главное запомнить сорт. Вот он у меня здесь подписан. Я сделаю бирку. Как делается бирка, я попробую подсказочку вам. Значит, будет у вас сейчас на экране. Вот. И обязательно. Почему? Ну вот, допустим, мало ли что, да, заболела ли, не плодоносит, дает не те плоды, не те, которые ожидались. Вы найдете специалиста, который может помочь вам разобраться в этой проблеме. Послушайте меня. Вот что, да, что спрашивают в первую очередь? Какой сорт и где покупали? Какой сорт, это надо знать обязательно. Поэтому не забываем. Я сделаю вот из этого же прям стаканчика бирочку. И рядом здесь, и вот на заборчике там тоже подпишу. Чтобы не потерять, чтобы знать, какой это сорт. Вот. Все. Значит, жимолость растет медленно. Первые 2-3 года будет в основном расти корневая система. Но вот при такой посадке с торфом и с биогумусом, или вот с этой, с органикой, с хорошей, у вас будет расти хорошо и надземная часть. Это уже проверено. Про подкормки будет отдельная программа. Про болезни, про вредителей, про все то, с чем вы можете столкнуться, будет в отдельных программах. Теперь по срокам посадки. Если ваша жимолость с открытым корнем, сажайте ее поздно осенью или рано-рано весной. Еще вот как только-вот только можно выкопать ямку. Она быстро трогается в рост, поэтому надо успеть. С закрытым корнем. А когда хотите, главное поливайте. Вот, она нормально переносит пересадки. Ну, в самый солнцепек, понятно. Ничего сажать без притенения нежелательно. Давайте польем, посмотрим, как осядет у нас почва. И вообще, вот один из секретов выращивания жимолости. Не забывайте поливать. Она отплодоносила, да, и все, и бросили ее. А еще, знаете, как отплодоносила, и тут же листья начались, знаете, такие страшные. Ее вместо того, чтобы поливать, садоводы начинают лечить, а ее надо поливать. Конечно, лист, я про то расскажу в другой программе, почему листья такие вот у нее становятся страшнючие. И почему у одних становится страшнючее, а у других нет. Это все объяснимо. Так, смотрите. Вот еще один важный момент, да. Вот у меня вокруг образовалось маленькие такие горочки своей родной земли. Я их сейчас выровняю, вот, чтобы они так не оставались, и не затекало потом это все, не заглублял наш саженец. Не надо лишнего заглублять. Так, еще какой важный момент. А, мульчирование. Очень хорошо было бы замульчировать. Чем замульчировать? Я здесь везде расстелю черный укрывной материал спонбонд плотностью 120 грамм на метр, чтобы не росли сорняки, и чтобы сохранялась влага. Сделаю разрез для того, чтобы вносить удобрения. И все. И будет моя жимолость очень хорошо расти. Я вот вам покажу сейчас, как у меня за сколько? За два или за три года саженцы меньше вот этого, в каких вот красавчиков выросли. Сейчас посмотрим. Вот, смотрите. Да, три года назад весной я их посадила. Такие малюхохонькие были. Вот, смотрите, какие хорошенькие, красивенькие. Уже ягоды много дают. Вот, что было сделано. Такого вот, чего я не делала раньше, и мне казалось, что жимолость не растет, и не растет, и не растет. Вот именно посадка с торфом и с хорошей заправкой органики дала вот такой вот хороший результат. Плюс обрезка. Обрезку я вас научу. Это не сейчас. Сейчас нужно просто правильно ее посадить. Вот они. Значит, на посадку одного саженца я посчитала. С выкопкой ямы уходит не больше 15 минут. А расти она будет до 70 лет. Вот. Этот сорт, это восторг посадила. Он, видно, взрослый саженец, три года. Но, видно, восторг не особо большой, как вот эти вот. Так что, не ищите проблемы там, где их нет. Ничего не придумывайте. Все просто. Не мешайте растению расти. И все у вас получится. Если вам мои программы полезны, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если есть вопросы, пишите, ответьте на любые. На сегодня все. До свидания. Продолжение следует.